Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости Skyway, в котором мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Сегодня мы общаемся с уникальным человеком. Я вспомнил песню про летчиков-испытателей. Мы учим летать самолеты, а этот человек учит изобретать изобретателей. Итак, мой собеседник сегодня Михаил Орлов. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, тезка. Да, здравствуйте, Михаил. Расскажите, пожалуйста, все-таки правильно ли я вас представил или нет, потому что список ваших достижений реально впечатляет. Пару названий хотя бы, где вы консультант, где вы преподаете, в каких организациях, компаниях, учебных заведениях. Прежде всего я хочу вас поблагодарить за то, что вы поздравили меня с 25-летием нашей деятельности уже в формате нашей академии. За это время действительно мы работали с очень многими компаниями, но самое главное, что мы создали впервые в ТРИС направление, мы впервые создали образовательное направление, образовательную технологию. Эта технология ориентирована, конечно, на специалистов, прежде всего. В России, прежде всего, развиваются такие методики обучения школьников, даже дошкольников, преподавателей школ, где мы тоже поработали и будем работать. Но все-таки мы сделали впервые образовательную технологию для инжиниринга. И вот нами опубликованы, ну мной опубликованы разработанные методики и книги. Вот одна из этих книг, это вот Modern Tries, это Шпрингер. Modern Tries в мастер-программах. Шпрингер — это издательство? Это издательство, это вообще говоря, выдающееся инженерное мировое издательство. Не скромничайте, я же к этому вас и подталкиваю. Вот. В этом году еще две книги у меня выходят в одном из самых больших издательств в Китае. Таким образом, в Китае у меня будет издано уже три ключевые книги, все три ключевые работы будут изданы в Китае. Вот это четвертое, до нее очередь не дойдет, потому что я только что получил авторский экземпляр. И привез вот этот авторский экземпляр, подписал как презент Анатолию Дардовичу, потому что он тоже дал референс для старта этой книги, за что я ему, конечно, очень благодарен. А вообще, если вы видите на обложке, здесь вижу общепланетарное транспортное средство. И это то, с чем я тоже связан уже где-нибудь так около 30 лет. Вот. Поэтому, а так, по опыту работы за эти годы, я работал и на Сименсе, и работал на Самсунге почти два года в Сувоне, в Корее. Вот. Работал в Китае потом, в том числе, и был на фирме Huawei со своими рекомендациями. Ну, а основное наше направление, это, конечно, обучение инженеров. Инженеры, менеджеры и VIP, то есть VIP. То есть, директора, потому что, если директора и первые лица предприятия, главные конструктора, директора по развитию понимают, как может развиваться компания, что для этого надо особенного, нового, то тогда они могут правильно структурировать свой коллектив, определять группы, которые мы обучаем и будем обучать, именно по нашей, все-таки, уникальной образовательной технологии. Смею надеяться, что ваш нынешний визит к нам на предприятие вызван не только желанием подарить авторский экземпляр данной книги Анатолию Дардуевичу Ленинскому, но также и началом сотрудничества по обучению и наших специалистов. Да, в том-то и дело, что я получил как раз приглашение для того, чтобы поработать сейчас со специалистами, руководителями и определить, кого, как, с какими целями мы начнем обучать основам ТРИС именно в SkyWay. Так что вы все правильно определили. Я знаю, что только что у вас закончилась встреча с Анатолием Эдуардовичем. Она была этому посвящена. Я знаю, что буквально через несколько минут у вас начинаются уже рабочие какие-то моменты. Поэтому не смею вас задерживать. Благодарю вас за то время, которое вы нам уделили. И хочу спросить, возможно, вы сами хотите что-то добавить к сказанному. Я вас о чем-то не спросил. А вам есть чем обратиться к нашим зрителям, к тем людям, многочисленным сотням тысяч, возможно, даже миллионам, которые поддерживают наш проект? Я хотел бы вот что. Чем поделиться вот с нашими слушателями? Хотя вот на конференции по космическим системам я это в докладе своем представлял в прошлом году, летом в Марьиной Горке. Но широкая публика, конечно, этого не знает. В нашей теории есть два фундаментальных определения. Это предельные системы и вечные системы. Анатолий Эдуардович является изобретателем двух фундаментальных идей в инжиниринге и вообще в цивилизации. Вот в нашей всей цивилизации, на всей ее истории. Смотрите. Струнный рельс, струнная система как таковая. Это предельное решение. У меня показано 5-6 генераций, скажем так, транспортных систем. И все они строились на рабочем органе. Рабочим органом является рельс и колесо. Или дорожное полотно и колесо. Вот здесь, в этом сотрудничестве. И идея Анатолия Эдуардовича по поводу особого рельса, она сразу революционизирует надземный транспорт, наземный транспорт и так далее. Вот это предельная система. И она вечная. Потому что после такого вот решения здесь уже она уникальна, она единственная, она самая лучшая, самая эффективная. И могут быть только различные инженерно-технические, материальные там решения. Но как принцип натянутой струны, ну как основной принцип, так сказать, в конструкции, он единственный и он уже навсегда. Его превзойти нельзя. Второе. Кольцо вокруг земного шара. Вещь, конечно, очень сложная. Тут рассчитаны на перспективу. Кстати, безальтернативную перспективу, поскольку понимаем тот ущерб, который уносит ракетный старт. Так вот, сама идея, она единственная по физической реализации, уникальная, стало быть, предельная. Ее повторить как идею, условно, запатентовать невозможно. Она предельная. Вот он создатель двух предельных идей. Собственно, струнной концепции несущего какого-то полотна, рельса. И кольца вокруг земного шара, как будущего, так сказать, земли, будущего индустриального земли, но в космосе. Вот две вещи. Это великолепная, совершенно потрясающая идея. А дальше, дальше, дальше начинается гигантская работа, как мы все это знаем, требующая маленьких изобретений внутри развития этих предельных и вечных систем. И этому надо продолжать учиться. ТРИЗ здесь будет работать и уже работает, поскольку сам, вот, Анатолий Эдуардович, он же все, что он делал, и мы же с ним прошли это очень много лет, он делает это по-своему, но принципы у него все-таки ТРИЗовские. То есть противоречия, преодоление противоречий и так далее. Поэтому в основе его творчества, в основе нашего моделирования для Skyway, лежат тоже предельные фундаментальные принципы. Эти принципы создал как раз вот автор ТРИЗ, это Генрих Сэллович Альшуллер. То есть это противоречия и разрешение противоречия различными моделями. То есть и все у нас сходится в Skyway и Spaceway, сходятся великолепные, гениальные совершенно идеи Альшуллера и последователей, которые создали вот, собственно, базу ТРИЗ. Мы создали как бы авангард ТРИЗ, это образовательное направление. Анатолий Эдуардович создал фундаментальные идеи струнной системы и космического транспортного кольца, космической цивилизации. Вот это все вместе сошлось. То есть ТРИЗ, образовательное направление, инжиниринг. Мы вместе все это сейчас делаем и будем делать дальше. В итоге нашей встречи хотелось бы все-таки, чтобы всем было понятно. Объясните кратко, что дает ТРИЗ технологии Skyway? Понятно. Я уже сказал, что ТРИЗ уже де-факто применяется в развитии струнных технологий. Ну раз вы обучаете наших специалистов, это понятно. Я еще не очень много обучал, в основном мы работали с Анатолием Эдуардовичем. Но вот теперь по поручению Анатолия Эдуардовича мы будем это делать планомерно. И это означает, что с помощью нашей образовательной технологии мы сможем обучать специалистов компании Skyway быстро, надежно, эффективно. Чтобы новые решения, разрешение проблем, проектных, а их бесконечное множество, происходило быстро, качественно, с оригинальными сильными решениями и часто, вероятно, возможно, патентоспособными решениями. Самое главное, это чтобы Skyway все время сохранял глобальный приоритет в развитии. Ну и как можно быстрее реализовывался во многих регионах. Вот что я и желаю компании. С помощью ТРИЗ это обязательно будет сделано быстрее и на более высоком уровне. Спасибо большое. Я искренне надеюсь, что наше сотрудничество и дальше будет таким же плодотворным. Подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей на наших официальных сайтах, поддерживайте наш проект. Живите среди фундаментальных идей. Строй Skyway. Спасать планету. Строй Skyway.